Василий Максимович Максимов родился в семье крестьянина и рано осиротел. Выбрав путь живописца он стал работать в рамках бытового жанра, абсолютная приверженность к которому привела его к неминуемой бедности. Богатые покупатели не интересовались ценами деревенского быта, работы продавались плохо. По-настоящему мастерство и талант художника были оценены лишь многие годы спустя. В незамысловатой картине «Все в прошлом» Максимов затронул тему разорения дворянских гнезд, к которой в то время довольно часто обращались писатели и художники. Название как нельзя кстати подходит к изображению двух дам на склоне лет. При взгляде на них не возникает сомнений. Им остается жить лишь воспоминаниями об илоне. От полотна веет покоем солнечного летнего дня, кажется будто время застыло. Где-то далеко осталась богатая и беззаботная жизнь. Ныне только разорение. Впереди призывающая старость. Ощущение упадка и забвения добавляют старый пес, очевидно доживающий свой век рядом с хозяйкой, а также заброшенный дом с грубо заколоченными окнами. С помощью колорита холст хорошо делится на смысловые части. Задний план, олицетворяющий собой прошлое, написан по тускневших блеклых тонах. Предметы, на переднем плане имеющие отношение к настоящему. Напротив, яркие и красочные. До блеска начищенный самовар, красная скатерть и подушка под ногами у барыни. Благоухающий куст сирени, сине-фиолетовые цветы которого написаны в технике, характерной для импрессионизма, крупными мазками без прорисовки деталей. У картин есть и другой подтекст, свидетельствующий о классовых различиях, которые сохраняются вне зависимости от возраста. Хотя обе героини уже стары и слабы, одна из них вынуждена ссутуливших сидеть на ступенях, в то время как другая, сохраняя горделивую осанку, почивает на перине в ожидании своего чая. К слову сказать, барыня художник писал со своей тещей, помещицей Надежды Константиновны Измайловой. Еще одна интересная деталь – автограф художника, оставленный не параллельно краю картины, как это делается обычно на ступеньке деревянного крыльца.